Итоги встречи ОПЕК. Страны-нефтеэкспортеры решили не снижать квоту на добычу нефти. Беспорядки в Фергюсоне. В день благодарения протестующих стало меньше, но полиция готова к новой волне протестов. Сохранение народных традиций. Артисты Китайской ассоциации танцоров приобщают к искусству жителей провинции Аньхой. Здравствуйте, в эфире телеканала СССР. В студии Василий Паршут. И в ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем вам о событиях в Китае и мире. Верховная Рада утвердила Арсения Иценюка на пост премьер-министра Украины. За его кандидатуру проголосовал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Кроме того, на первом заседании Верховной Рады 8-го созыва народные избранники объявили о создании парламентской коалиции. В нее вошли 302 депутата от блока Петра Порошенко, Народного фронта, партии Батькивщина, Самопомощь и Радикальной партии. По словам избранного спикера Рады Владимира Гройсмана, коалиция, у которой будет конституционное большинство, получит название Европейская Украина. Напомню, по итогам выборов 26 октября в состав Верховной Рады избран 421 народный депутат. ОПЕК не сократит квоту на добычу нефти. Такое решение организация нефтеэкспортеров приняла по итогам встречи в Вене. И участники договорились сохранить нынешнюю квоту на уровне 30 миллионов баррелей в день. И это вызвало недовольство отдельных стран. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Несколько стран ОПЕК настаивали на снижении квоты на добычу нефти, чтобы поднять цену за баррель до 100 долларов, как это было раньше. Но встреча в Вене завершилась для них разочарованием. Участники конференции решили, что мы оставим 30 миллионов баррелей как дневную квоту для нашей продукции на ближайшие шесть месяцев. «Решение было принято с учётом двух факторов – ожидаемый экономический рост, а также ожидаемое увеличение спроса на нефть. Нынешний уровень производства соответствует нашим ожиданиям». Новость из Вены обвалила нефтяные котировки на мировых биржах до четырёхлетних минимумов. «Это определённо ударит по Венесуэле и также по Ирану, потому что в этих странах выделяются огромные субсидии. Им нужно сбалансировать свои бюджеты. Тегеран сейчас не хочет никого провоцировать, чтобы спокойно вернуться в международное сообщество. А вот Венесуэла определённо не обрадуется». Венесуэла считается главным игроком в ОПЕК, отстаивающим решение о сокращении нефтедобычи. Однако победила позиция Саудовской Аравии, которая поддерживает низкий уровень нефтяных цен для ценовой борьбы с американскими добытчиками сланцевой нефти. «Мы надеемся, что цены на нефть останутся сбалансированными и не будут сильно меняться. Это наша надежда. Но, как вы знаете, это ответственность не только стран ОПЕК, но и всех нефтедобытчиков. ОПЕК занимает только 30% нефтяного рынка. Поэтому цены не только на совести ОПЕК». Организация нефтеэкспортеров пообещала продолжать мониторить спрос и предложения на нефтяном рынке. В следующий раз 12 стран ОПЕК встретятся в июне будущего года. Анна Санюкевич, Си-Си-Ти-Ви. В торговом представительстве России в Пекине состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области. В форуме приняли участие около 60 представителей китайских компаний. Губернатор области Сергей Ярощенко на встрече с журналистами специально подчеркнул важность развития сотрудничества между Иркутском и Пекином. Кроме китайской столицы Ярощенко также посетит город Шеньян. Там отметят 20-ю годовщину подписания соглашения между Иркутской областью и провинцией Леонин о побратимских отношениях. Пекине находятся компании, которые представлены в инвестиционных проектах, совместных с такими компаниями, как Роснефть, с компаниями, представленными в лесной отрасли. И эти проекты существуют уже на несколько лет. Что самое важное, такие проекты измеряются десятками на территории Иркутской области. Это крупные проекты, мировые проекты. И сегодня, например, у меня будет встреча с компанией Huawei, известной, которая также на территории Иркутской области намерена реализовывать инвестиционный проект. В Пекине открылся второй китайско-российский культурный... Продолжение следует... Продолжение следует...